В Армении не прекращается скандал в системе здравоохранения. Чиновники решили не продлевать лицензии роддомам в маленьких населенных пунктах. А в Минздраве страны уверены, что уроженец можно на скорой домчать до современной больницы и оказать помощь там. Это обойдется государству дешевле, чем содержать целое родильное отделение. В проблеме разбирался наш корреспондент Ирин Макарчан. Решение Минздрава о фактическом закрытии Ягварского роддома местные жители называют не иначе, как предательство. Я в растерянности. Куда везти невестку, когда начнутся схватки? Здесь две машины скорой помощи. А если обе будут на вызовах? Машин у нас нет, дороги плохие. Я жду четвертого ребенка. Первых троих рожала здесь. Врачи замечательные, чуткий персонал. Я не хочу в другом месте. Не хочу, чтобы наш роддом закрывали. Целый год Минздрав изучал ситуацию в роддомах республики, после чего ведомство ужесточило требования для таких заведений. Если в родильном доме нет необходимого оборудования для проведения операции, анестезиолога, детского врача, не анатолога, то и принимать роды они не смогут. К тому же, по новым критериям, отделение должно обслуживать не менее 150 рожениц в год. Число 150 – это не самоцель. Хотя бы через день персонал должен работать. Иначе это учреждение не будет рентабельным. Родильное отделение в Маралике обслуживает около десятка близлежащих населенных пунктов. Это север Армении. Мороз под минус 20 и обилие снега. Местные жители против нововведения Минздрава. Ведь если роды окажутся скоротечными, то скорая помощь может не успеть довести роженицу до ближайшего Гюмри. В Мараликском родильном отделении протестуют против решения Минздрава уже несколько дней. К митингующим неожиданно присоединился и губернатор. Этот роддом обслуживает 17 населенных пунктов. И удаленность от райцентра немалая. По всей области идет строительство дорог. Допустимая скорость 30 км в час. Риск немалый. Поэтому мы сделаем все, чтобы сохранить роддом. А вот так, по мнению чиновников, должны выглядеть все роддома страны. Этот находится в Ереване. Здесь принимают роженицы новорожденных с любыми патологиями. Родзал за минуту превращается в хирургическое отделение. Одно из самых грозных осложнений в родах – это кровотечение. А хирургическое кровотечение, оно отличается. Оно массивное, оно быстротечное и требует экстренного вмешательства. Потому что там встает вопрос минут, ну, если не сказать секунд, то минут. Наличие неонатолога – это не прихоть, уверяют в Минздраве. Ведь если малыш не задышал в первые секунды жизни, у специалистов всего 15 минут на то, чтобы спасти жизнь. Если ребенок рождается в тяжелой асфиксии, это может привести и к смертельному исходу, и в дальнейшем, если у ребенка могут быть в дальнейшем тяжелые последствия. А вот так аскетично выглядит родзал Мороликского родильного отделения. Здесь даже горячей воды нет. На всех один акушер – Людмила Татайвосян. Сейчас нет у нас неонатолога, нет у нас анестезиолога. Я работаю одна. Сами понимаете, одной работать – это не дело. Я лично считаю, что нужно обязательно, чтобы работали специалисты, и все, и будет отделение работать, и 150 родов будет. Закрытие родильных отделений в регионах – словно замкнутый круг. Зарплата врачей начисляется по койкам местам. В Моролике их всего четыре. Поэтому и получает Людмила Татайвосян всего 60 долларов в месяц. За такие деньги столичные анестезиологи и неонатологи сюда точно не приедут. Ирина Макарчан, Гованес Калджан. Программа «Вместе. Армения».